Мне такое ощущение, что Байсалова с пробирки просто родили. Азыл пенсия дед петта. Женщины держат мир, даже войну останавливали. Я вижу очень много пенсионеров, которые сидят на улице и попрошайничают. Где эти деньги? А потом то, что он хочет продлить. У меня такое ощущение, что Байсалова с пробирки просто родили. Вот знаете, что у него нет ни матери, ни отца. Господин Байсалов, пожалуйста, пересмотрите свое отношение к пенсионерам, к старшему поколению, какое-то уважение. Да, я слышно, но я против, не согласна, потому что пенсионеры не у государства эти деньги берут. А наоборот, каждый месяц, вот я работающий пенсионер, мои зарплаты 8%, я где-то полтора-две тысячи отстегиваю, даю государству. Каждый год нам от этой пенсии всего лишь 50-60 сомов, всего лишь это как бы мне надбавка. Остальное идет наоборот, государству, где эти деньги? Я считаю, что я не знаю, что это как бы мне надбавка. Я думаю, это неправильно. Пенсии, как и раньше, надо в 58 лет женщинам выдавать. А то, что на два года увеличивает, я считаю, что это неправильно. Скорее всего, надо наоборот понизить. От 45-ти или от 46-ти хотя бы давать, а не повысить. Это о чем они думают? Чтобы они работали, а дома как? Мы же и так работаем. Мы же слушаемся государства. Мы это все соблюдаем. А почему какая-то забота не должна быть о гражданах? Женщины держат мир. Даже войну останавливали. Почему? Ну, во-первых, у нас пенсия не такая уж высокая. Лучше, вместо того, чтобы поднимать возраст женщин, я бы поднял бы пенсию. Мне кажется, что это несправедливо. Все-таки необходимо выплачивать пенсию, необходимо выплачивать хорошую пенсию, чтобы люди могли достойно жить. Потому что, гуляя по Мишкеку, Мишкек мой любимый город, я вижу очень много пенсионеров, которые сидят на улице и попрошайничают. Это показывает очень низкий уровень жизни у нас в стране. Это плохо. Продолжение следует...